Добрый день, коллеги! Спасибо большое за внимание и за возможность выступить. Поскольку выступаю я последний, то выступление надо будет очень сильно перекликаться с тем, что говорили до этого. И для меня, например, это очень радостный факт, потому что это говорит о том, что на самом деле нету какого-то специального российского пути, а все мы понимаем примерно одинаково те проблемы и те способы, которыми их можно решать. Поскольку компания сам позиционирует себя как мирового лидера цифровой трансформации, в какой-то момент нам нужно было для себя определить, что же такое наша концепция digital, что же мы понимаем цифровой трансформации. И вот эта концепция, которую мы продвигаем, она формулируется достаточно просто, и это полностью ложится вообще в тему мультимодальной логистики. Это интеллектуальное связывание между собой людей, машин и организаций, ну или бизнеса, как это говорится, планируется. И при этом принимаются все виды связей, которые в этом треугольнике могут возникать. Человек-машина, машина-машина и так далее. Если говорить об этой теме в преломлении именно на мультимодальную логистику, то мы для себя выделяем четыре приоритетных направления, которые идут в первую очередь в инвестиции. Во-первых, это создание так называемых сообществ и бизнес-сетей. Я могу привести два примера. Самое интересное, то конкретно, что делаем мы, это САПА-ИБА, это сеть, которая связывает между собой поставщиков, получателей товара и логистических операторов. То есть это связь в рамках отдельного поставочного контракта. То есть любое решение, которое относительно недавно выведено на рынок, называется Logistics Business Network, это дневное решение, нацеленное на нужды рынка и нагрузоперевозчиков. То есть это взаимодействие между собой логистических операторов, например, поставщиков транспорта. Да, в частности, было подписано партнерство с компанией UberFright. Она как раз будет одним из таких фронтов, чтобы вот этого нашего сервиса. Вторая история – это история предсказательной аналитики или предиктов, как это можно называть, особенно в связи с детерметом вещей, то есть в связи с каким-то машинными интерфейсами. Тут хотел бы привести два примера. Изначально готовился мне привести два примера. Они вам показывают, каким образом… Потому что вообще тема предиктов очень популярна, потому что это очень много делается предсказательным ремонтом. Это такое общее место, широко буквализованное. Но есть такой неочевидный момент, на котором мы делаем фокус, что развитие эти технологии позволяет расшивать узкие места в инфраструктуре. Один такой пример пилот был сделан в Германии, называется «Платунин» или «Конгория», когда несколько фур… Вот как раз очень хороший пример с «Садон-Кольцом» был приведен. Есть такой фур, сожираются в «Конгории». Вводители сидят, соответственно, за рулем везде, потому что это невозможно, или иначе регулировка не позволяет. Но реально управляют фуры самые первые водители, а остальные буквально с минимальным зазором друг за другом, потому что они постоянно, даже в реальном времени, обмениваются информацией, соответственно, вместе разгоняются, вместе тормозят. К чему это приводит? Во-первых, здесь есть какие-то эффекты, что это экономика гоня у человека, причем очень сильно, да, за счет аэродинамики. А по менее очередной эффект, что если снижается аварийность за счет вот этого предсказуемого, соответственно, движения, и главное, получается пропускная способность. То есть у вас на единицу, грубо говоря, в дороге помещается большее количество пузырьков. В тех случаях, где это критично, это можно использовать. Вторая история, в каком-то смысле обратная. Если, например, «Кординг», тоже, например, конкретного проекта, обнаружили, что у него на дворе уже задавали, и сейчас еще немного может возникнуть там пробка, фур на подъезде, там, разгрузка, погрузка, конфейнер, вставить, где-то все еще усугубить, соответственно, на них проблемы, они будут заранее посылать следовы, соответственно, в фурне, чтобы дорожить, либо на начальном этапе просто снизить скорость, или снизить скорость, соответственно, и пришли в то время, когда проблема будет решена, либо заранее вставить на расстое на какие-то, соответственно, обращаться на хороших парковках. Значит, третье направление, очень важное, это эффективность процесса. Потому что, если мы говорим на тематальных перевозках, если какое-то плечо по своей эффективности будет выпадать из среднего уровня, по отрасли, из своей отрасли, а вообще в целом отрасли транспортировки, тут же это приведет к тому, что участники рынка будут стараться это еще исключать, но конечно, кто-то может вообще вырос. И это, конечно, для нас это наш основной клиент, который сам, там, уже почти 50 лет, эффективность бизнес-концесса, это не только наши новички и системы S4CAD, но и транспортейшн-менеджмент решение именно для транспортного отрасли, это более вот вопрос, как раз очень хорошо я имею в виду, поэтому говорим, интеллированная система для РЖД, с такими каком-то программ, полностью организованная для российского рынка, мы рассчитываем, что это в ближайшее время будет релизовано через промышленное обедение, именно как раз в крупнейшем, один из крупнейших операторов, соответственно, в России. Вот. И, соответственно, последнее, о чем хотелось бы сказать, это модуляторность клиентов. Это, может быть, последнее по очереди, точно не последнее по важности, потому что мы считаем, что очень важно отслеживать, получать оперативную обратную связь от клиентов, причем это не обязательно ваши клиенты, но и клиенты ваших клиентов. А вот в случае, например, если мы говорим про РЖД, есть операторы дальше, которые вагонны, и дальше клиенты их, и для РЖД может быть даже важнее соответственно удовлетворенность конечных заказчиков. Вот. И мы говорим о том, что вот эта удовлетворенность клиентов, она должна отслеживаться по всей цепочке и в точной связи с оперативными данными, которые хранятся в вашей системе. И позвольте буквально, я надеюсь, у меня есть еще минутка, как раз тот пример, которому я не готовился, но вот фраза, которая была сказана, что может быть будет какой-то парадокс в технологиях и вообще отойдет в потребность транспортировки, на самом деле такой парадокс он уже здесь и сейчас есть. В этом нет никакой сложности. Предсказательные технологии и тенденции, которые есть в мире перехода от анализа админированных данных к анализу именно от отдельных транзакций, сейчас позволяет настолько точно предсказать потребность в каких-то конкретных вещах, что, грубо говоря, в тот момент, когда где-нибудь в Шанхае грузится контейнер с игрушками на борт корабля, уже в Киеве, условно говоря, в Германии эти игрушки могут быть выданы какому-то потребителю просто потому, что было спрогнозировано, соответственно, потребность в этом конкретном товаре так и могут быть настолько точно, что может быть отгруженных уже в тот момент, когда оно произведено. В результате это может привести реально к кардинальным изменениям вообще свой транспорт. Например, скользко транспортировки для каких-то категорий товаров стоит вообще не важно, у нас просто пропадут. там, не знаю, какие диагнозы, которые работают на дизеле, они очень плавают вопросами. Например, я сейчас фантазирую, но реально могут произойти какие-то изменения. Потому что, как только падает потребность доставлять что-то быстро, тут же могут делиться другие гораздо более эффективные решения. Я вспомнил, когда вы сказали, что не запланированно, вспомнил из любимого фильма «Служебный роман». Там героиня говорила, вот вы знаете, хоть в магазинах чего-то не хватает, потому что это не запланировано вот такими ротозьями, как хуй. Вот эта фраза почти на меня. Да, да, замечательно. Время у нас катастрофически, как обычно, приближается к концу, да, и поэтому, вот с учетом особенно последнего выступления, я бы и вот реплики представителя уважаемого Минтранса, мне бы хотелось вот тот вопрос обсудить, который сегодня, на мой взгляд, на самый злобый дня. Да, вот мы говорим о цифровой экономике, мы говорим о глобальной экономике, о глобальных решениях, но вот политическая реальность, которая сейчас в мире происходит и которая, на мой взгляд, связана абсолютно не с личным фактором о каких-то политиках, а связана с некими объективными изменениями, в том числе с тем, что наступает цифровая экономика, и старые правила оффлайн-экономики становятся ненужными, нужны новые правила, их нет, и отсюда вот этот политический центр, который ведет вот к принятию вот таких технологических ограничений, потому что я говорю про компанию Huawei, да, буквально тогда нет, да, и тогда вопрос, да, вот мы до сих пор говорили, безусловно, о том, что нам надо обеспечить суверенитет над данными, персональными данными, там, вот экономическими данными в стране, да, которые, правда, непонятно, что это такое, да, персональные более-менее есть определенные, а какие еще данные должны в стране храниться на ее территории, это вот как бы, ну, ладно, но дело же не только в данных, как оказалось, да, дело оказалось и в программном обеспечении, да, кому он реально принадлежит, потому что цифровой актив, на мой взгляд, принадлежит вовсе не тому, у кого он там, как смартфон, лежит в кармане, а тот, кто написал на него операционную систему, потому что он в любой момент может его отключить, как произошло с компанией Huawei, да, вот, и в этом-то проблема, и вот я бы хотел обсудить эту тему, как нам, вот, с одной стороны, обеспечить скорость развития технологий и конкурентоспособность нашего транспортного комплекса вовлеченности в вот эти глобальные транспортные потоки, а с другой стороны, да, обеспечить все-таки суверенитет над нашей цифровой экономикой в будущем, да, вот, как бы так ни оказаться, что мы цифровой экономикой построим, только приближать она будет не нам, и основные дивиденды будем получать от нее не мы, да, ну, я приведу, например, вот, как произошло, в общем, с рынком такси, где вроде как были таксисты, которые несут всю ответственность, покупают автомобили, возят клиентов, а 30% маршин забирают тут другое, да, вот. Вот это я бы хотел вопрос обсудить, поэтому, вот, Евгений, вам, как, может быть, выскажите свою позицию, как вы увидите, потому что, собственно, от вас очень многое зависит. Я понимаю, что он может быть высокомичный, но хотя бы 30 минут, да, вот, позиция метрация, вы же видите, наверное, эту проблему, да, безусловно, как вы думаете, вы ее решили? Да, 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 вы знаете, на самом деле, точнее, чем, в свое время, с прудосводские песни «Чужой дом» и не скажешь. Кто хозяин здесь? Да. Ну, вы, дети советские, вот, еще помните, даже не узнали, но я хорошо это, потому что помню, вопрос о чем, где-то конкуренция проектов будущего, какой он будет. И то, что сейчас, вот, мы видим, «Куауэй» сделать пример применения одного из новых видов оружия. Хотя у меня достаточно новая, на мой взгляд, это блокада. Блокада ветвей развития. Это чудо такое, что я говорю. Лидер в «Эджи» в многопокоренной связи. Не только, еще и искусные тела. Еще раз, «Эджи». Это сверхскоростные потоки данных. Чтобы адекватно им управлять и обрабатывать, люди уже никак не смогут. Это как во время пилотирования на сверхзвуки. Вы не спорте там с реагировать адекватно. Или, еще более жесткий пример, противоракетная облада. Только в машине. Вместе с программой. К чему? Смотрите, что идет. Стратегия применяется последовательно извеками блокада самых перспективных путей развития. А мы ищем контр-ходы. Я говорю про «Суэцкий канал». Ну, допустим, он станет ременером тогда. Но наши партнеры могут перейти на технологии, как правильно сказал коллега Исапа, предъективного прогнозирования ограничений. И у них карабняются суда. Суда станут полученными складами. Сожидаем примерно гарантированное время доставки. Дадим укресить сейчас уже экономическую скорость схода с 18 до 16 тысяч долларов. Именно в этой части не будут тропиться. Но только во временной части товаров. У нас идет двойная работа. По ускорению. То, что надо ускорять. Мы для людей плюс критические компоненты. И по замедлению, а в результате отказывают перевозки, то, чем нам перевозить, можно сделать. Так вот, с точки зрения регулятории, мы должны, как еще раз, решать вот эту двуединную задачу, снимая противоречия. То есть вводить свои параллельные стандарты. И держать в суверенитете только то, что необходимо. Останавливаем, пускай будут диалогов. Мы, хоть в Амазоне гуглировали, как неважно, на реестры, но юридически значимые данные. Вот коллега говорил о документах. То, что потребуется в четырех видах решения задач. Фискальная, которая надзорная, арбитражная. Четвертая задача – это оценка коммерческих эффективностей. Если у меня будут данные о вашем перемещении, профиль по городу, я совмещу несколько профилей, сразу будет понятно, с кем тогда было бы, чтобы вы скинули в дорогу. И, и занять деньги, можно будет абсолютно точно, узнать, что было, а также гарантированно, что будет. Насколько это важно. Да, с каждым делом, все равно, что важно. Особенность. И так далее. Еще раз. Новые технологии позволяют это делать легко. Но это риски для нас. И вот нам нужно с помощью роботистических технологий, зная наши причины, решить. Вот опять же, возвращаясь к процессу. Главная проблема. Я же узкий отраслевик, красный путь аренду. Он говорит простые вещи. Что регион распадается на куски, если связь внутри, меньше, чем связь с периферией. Нам нужно сшивать страну в раз. И очень интенсивно наращивать связанность с соседями. Вот он, например, в ШД. Вот как у них с 56-го года, по-моему. Работает соглашение к администрации железной дороги. Более на сестра. Это не работает. Не взяли ни на какие политические события. И будет работать. То же самое. По другим миру транспорта, и математологи тоже. Вот база суверенитета. А не то, что хранить все без огляда. Это не надо. Не наш порт. У нас есть собственные ограничения. Мы, в том числе, в база экономического у нас, мы же не сопоставили. Значит, надо будет проходить такие решения, которые для этого ограничения превратят в наше дополнительное преимущество. Наступного заблокирования, потому что мы не умеем выходить на стандартные ходы. Дальше я погружаться не буду. А проекты нормативных актов опубликованных будут. Все время на регионах и на регионах. Хорошо. Спасибо. А кто-то еще больше на эту тему высказаться? Давайте. Да, да, да. Я, как бы, хочу сказать, что, наверное, основной адресант таких вопросов, которые касаются локализации. И я как раз в каком-то смысле горд за компанией, в которой я работаю, потому что мы стараемся решение, которое мы предлагаем в России, и предлагать исключительно в организованном виде. Мы единственный из крупнейших генеров, главных, у кого из центра обработки данных в России, причем не один. Соответственно, все, что мы предлагаем, оно соответствует российскому законодательству в плане того, что первичное хранение обработки данных происходит здесь. Значит, я согласен, что можно поставить вопрос о том, где, в каком месте находится Рубин. И, честно говоря, у нас было много дискуссий о том, что как вообще расширяется представленность наших удачных решений, в том числе, например, Сбербанк, где на улице грузился нашим удачными решениями. И они хотели бы быть нашим партнером, но мы с ними обсуждали как раз проблему, и в конечном итоге пришли к тому, что, скажем так, санкция вообще какая-то, вот эта история – это закон. И обсуждать подход закона, ну, как-то неприлично между людьми, ну, как бы в цивилизованном обществе, и точно так же, как мы, конечно же, не можем гарантировать никому, что мы защитим его от данных санкций, точно так же никто не в этом зале, не за этого делал, не может гарантировать нам, что защитит нас, ну, у нас, я говорю, наш компания, да, от российских санкций. Вот, поэтому мы исходим из того, что мы стараемся максимально выполнять российское законодательство, мы стараемся максимально соответствовать требованиям предлагать максимально локализованный продукт. Санкций находится здесь, расширяется, команда разработки находится в России, в России – один из крупнейших центров разработки, и у нас большое партнерство с университетом, университетские альянсы, и мы стараемся максимально вкладываться именно в развитие российской экономики, российских инноваций. То есть, мы видим, ну, российское юрид-соу, САП СНГ, именно как российскую компанию, максимально, и мы видим, что глобальная корпорация нас поддерживает. То есть, корпорация заинтересована в том, что САП оставался в России, и не сворачивался в своих ресурсах. Ну, а дальше уже, конечно, у нас есть коллеги, которые занимаются информационной безопасностью, они там стараются в свое время получать необходимые сертификаты, именно для того, чтобы снижать, скажем так, опасения в том, что где-то там в нашем ПО есть какие-то закладки, собственно, за что атакуют главы, ну, по крайней мере, декларируются, за что атакуют, это за то, что они в свое программное обеспечение и оборудование делают закладки, которые шпиуют. Мы стараемся взаимодействовать так, чтобы нас в этом не подозревали. Никто не доказал, правда, суда не было, да, да. Ну, это мы… В принципе, два раза. Да-да-да. Примеров мы за последнее время знаем много. И не только от нас на Китае, а в России, да. То есть, в конкретстве этого не подозревали. Ну, скрипалей возьмем. Ну, ладно, не суть там. Вопрос, в принципе, технология одна и та суда. Вот. Хорошо. Тут, на мой взгляд, Евгений Ткаченко абсолютно с этой точки зрения прав. То есть, та страна, которая найдет здесь оптимальное решение, как обеспечить высокую скорость использования, развития за счет использования глобальных технологий, но при этом обеспечив свой вот суверенитет, да, на мой взгляд, и победим. Потому что вот такие жесткое огораживание, попытка, да, импортозаместить все как бы по кругу, создать такое натуральное цифровое хозяйство, на мой взгляд, попытка точно обречена. Даже для таких больших экономик, как китайская или американская. А уж нам-то как бы с двумя процентами здесь уж точно надо искать какой-то такой отсюда выход, где, как бы, уметь использовать, но при этом максимально снижать. Максимально. До нуля снизить нельзя, но максимально снижать. Кто-то хочет еще на эту тему высказаться? Как нам обеспечить вот в условиях такой, по сути, открытой? Потому что ведь информация в цифровом экономике, в принципе, сейчас ходит куда угодно, а в то же время вот хорошо. Тогда у нас остается буквально немного времени. Я бы вот каждому предоставил одну-полтора минуты на то, чтобы вот какие-то мысли еще вводить. Подвести некий такой резюме, особенно по мыслям коллег, как оказалось, что на самом деле, несмотря на то, что мы представляем, абсолютно разные сферы рынка, да, разные структуры, мысли-то, в принципе, в одном направлении. Евгений, вам слово первое. Подвести небольшой итог. Честно говоря, настолько все хорошо сказали, что только сложно говорить. Принялся от коллеги Сабы по локализации и, конечно, в реестр попали, то ситуация получше пошла. Вы работали, вы все очень хорошо делаете, только... А, ладно, с выставкой целую доброту. Евгений Нкаченко. Надо принять новую реальность. Причем в двух направлениях. Первое. Мы должны научиться заниматься с тем, что людьми не являются. Замечательно. Смотри. Для знакового человека он должен встать в строй, вместе с нами работать и приносить к людьмам. Ну, пока это не умение можно научиться. То есть, ваше смысл? Во-вторых. То, что вы говорите про суверенитет и прочее, это вопрос принципиальный. Это защита от нашей версии, как нам жить. Санкции должны заработать. Это инструмент, который пытаются заблокировать. То, что мы стали тем, кем мы можем. Не так, как кто-то уже так. Мы можем. Я рад, что сам не пошел пока по пути автодеска. Да? И надеюсь, что так или нет. Но нам нужно прорабатывать свои инструменты. Я надеюсь, что, в том числе и на полисе и на других, подобных местах назревает будущее. Но мы будем использовать. Если надо, то я говорю. Спасибо. Спасибо. Елена? Ну, могу сказать, что транспорт и транспортные сервисы однозначно будут автоматизированы и цифровые технологии, которые будут применяться, скорее всего, если не возглавят, то будут одними из подлайнных процессов создания цифровой экономики не только на территории нашей страны, но и за рубежом. А что касается защиты суверенитета и защиты персональных, скажем так, наработок, могу сказать, что компания «Строникс» является узлом такой системы, распределенного хранения индивидуальной собственности, как и печень, которая создана в зависимости от слова. И одновременно с этим наши программные продукты закладываются в российском углу. И таким образом мы, во-первых, поддерживаем, собственно говоря, ту доктрину, которая говорит о том, что собственно разработчики наших продуктов являются российской компанией. С другой стороны, стараемся диверсифицировать риски, используя современные методы защиты информации, такие как распределенные реестры и проекты речей для нас там. На самом деле, у них достаточно интересен. Спасибо. Максим. Да, коллеги, я единственное, что хотел бы, наверное, предложить рассматривать текущий период и реализацию программы, которая у нас сейчас идет с правой экономикой, как окно возможностей для, с одной стороны, значительных изменений в трансформации на территории Российской Федерации, с другой стороны, усиления наших позиций на международных пространствах. И вот здесь я бы сфокусировался все-таки на принципиально новых разработках, новых решениях и новых внедрениях и новых подходов. А что касается иммунитета, ну, у нас нас охраняют, достаточно хорошо. Я думаю, что главное, чтобы было что охранять. Ну да, нет, ну Шайкун-то работает, это понятно. Вот, молодец, нет слов. Ну и мы тоже должны какой-то свой вклад вносить. Вот. Хорошо, спасибо, Руслан. Да, здесь уже, наверное, суммировали все, что можно было суммировать. Надеюсь, поделюсь своим впечатлением. И было очень приятно услышать взвешенную, логичную позицию от контролирующих органов, которые говорят о том, что, условно, нас, скорее всего, все-таки ждет светлое цифровое будущее. Было приятно, как бы, ознакомиться с позицией крупнейшего транспортной компании России. Вот, есть пару вопросов, там, за пределами, обсудим, наверное, с компанией сотрудничества, возможности для потенциального сотрудничества. Ну, хотел бы всех поблагодарить. Спасибо. Олег. Спасибо большое. Хорошо, я буквально два слова хотел добавить к тому, что сказал Максим, потому что я сильно упустил еще одну возможность, которую компания САП как бы предоставляет для своих российских партнеров, чтобы мы не только как-то взаимодействуем с университетами, но, в том числе, есть возможность использовать нас как канал продвижения российских решений на зарубежной рынке. У нас уже есть пример такой, соответственно, в нефтянке, когда российское решение, включено глобальный запуск, и в российском продается по всему миру. И если будет что-то такое в транспорте, это будет очень здорово. По-моему, и по транспорту есть решение, известная компания «Берут». Компания «Берут» с нами работала, но, насколько я знаю, они еще не попали.